У вас есть несколько таких хитов, которые пела вся страна, да, там, как ночной... И поёт. И поёт, действительно, да. Кстати, песня «Замыкая круг» входит в обязательную программу «Все школы России». Да ты что! Да. Вот это круто. Обязательная программа «Пеня». Здорово. Я просто обратил... То есть, как Пушкин, Лермонтов и Некрасов, я уже в школьной программе, я понял. Да, 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 это реально абсолютно. Мой сын, когда учился в школе, он говорит, пап, ну только приди, пожалуйста. Это так прикольно, мой папа, и все поют его песни. Я пришёл в школу, там все... Круто, да. Так вот, я пытаю про вопрос. Как пишутся хиты? Вот я кого не спрошу, все уходят от ответа. А нет, а я, надо сказать, просто... Я вообще вот специально, как Макаревич говорит, это особая работа, это честь во всех странах мира авторам. Нет, они приходят сами. Это состояние, это настроение души. Ведь, к примеру, песня «Ночной рандеву», она на виниле стояла на второй стороне второй песни. Она не за главной песней. Я когда... То есть, ты не угадал, что это хит? Я не знал, что это хит, да. То есть, не дали предугадать. А альбом назывался, он был протестный, он назывался «Мы знаем», виниловый альбом, выпущенный на «Мелодии», там как бы картина Питера Брейгеля «Шествие слепых». Да, «Шествие слепых». И альбом назывался «Мы знаем», это как бы была... То есть, она не в формате была, на самом деле, получается? Она, да. Не в формате альбома. Ну, я никогда не знал, что она так выстрелит. Она взяла и выстрелила. Вот это удивительно. А то есть, хорошо, а что ты считаешь, вот, твой личный хит-парад из твоих песен? То есть, если тебе вот надо было бы представить, вот, как мы сейчас, после окончания эфира, мы несколько номеров представим. Вот это и есть лучшее от Криса Кельми в трактовке самого Криса Кельми? Ну, мы не представим сегодня песню «Замыкай круг», потому что на флешках попросили флешку, а на варианте минус. Хорошо, остальные... «Ночной рандеву» — это понятно, это не обсуждается. «Ночной рандеву», я считаю, ну, «Замыкай...» Я хочу понять, это все песни для тебя были неожиданностью, что они выстрелили? Абсолютно, абсолютно. А бывали, значит, песни, которые ты думал, вот сейчас вот это будет хитро. Вот когда «Замыкай круг», я почувствовал сразу. А когда я увидел стихи, которые Маргарита Пушкина сочинила, я уже понял, что это 100%. Это очень серьёзно. Потому что она потрясающая просто стихи. То есть, на самом деле, откуда-то с неба, там откуда-то отгружается мелодия, а будет она хитом или не будет, это как бог весь, да? Ну, это многие песни, каждая песня в своё время, как группа «Любая», какая же песня она выстрелила там через несколько лет. Это зависит от чего? Не знаю, от состояния, может быть, в общем. В общем, каждое время, ведь, например, Маркин, он написал песню «Я готов целовать?» песок, да. Он сочинял вот в лагере мои, где все приезжали, группы там. Ну, при тебе поотвече. Да, при мне он пел девочкам перед тем, как сниматься с «Любой» с ними, значит, он пел «Я готов целовать песок, к которому-то ходят». А с хитом она стала, извините, спустя там 5 или 7 лет. Почему? Потому что эфиров не было, или потому что время не пришло? Может быть, время не пришло, и эфиров не было, да, всё вместе. То есть надо попасть куда-то ещё в какую-то струю одновременно? Да, без сомнений. Знаете, Высоцкий, который мы поднимали, он без эфиров поднимался. Он без эфиров, это народная история. Да, и рокеры, и вы же поднимались в общем. Да, и мы без эфиров поднимались. Вы запрещены были, не то, что там эфиров не было. А сейчас есть эфиры, а хитов нет. Ну, а новых реальных хитов, типа «Замыкая круг ночного рандоу», да, пока нет. Я не знаю, может быть, что-то из нового материала, когда я выпущу. Я когда закончу этот курс, я уже понимаю, я сяду на студию, буду записывать. Не вернёшься к употреблению веществ? Разного характера. Разного характера. Обещаешь? Это в прошлом веке. Я не обещаю. Я гарантирую. Вот хорошо бы так ещё гарантировать хиты, которые появятся. Ну, тут можно... Будет обязательно. Вот я чувствую, что всё как бы... Всё только начинается, новый период. М-Аuh-а-lice. М-А- же это...